Вот вчерашний очередной массированный ракетный удар Российской Федерации по украинским объектам критической инфраструктуры. Какие последствия этого удара? Последствия мы ощутили непосредственно даже в Киеве, находясь. Вчера в районе Абалоне, в районе Подола было отключение, начиная с утра, заканчивая где-то в районе 6-7 часов вечера. То есть это самое долгое отключение электрической энергии, потому что действительно было попадание по объектам энергетической инфраструктуры, которая снабжает Киевскую область и город Киев. Как результат, пока энергетики героически боролись с этими вызовами, находили варианты перекоммутации потребителей, люди находились без света. И на самом деле это было самое долгое отключение, отключались и магазины, и торговые центры, и целые районы. И в принципе, да, вот такой результат был. И уже было некоторое, скажем так, опасение в глазах людей, понимая, что на ночь электрической энергии не будет. Некоторые люди уже включили отопление. И в этом как бы есть некоторый аспект, потому что люди все-таки не готовы к долгосрочным отключениям. И с ними надо говорить чаще про это и более откровенно. Алексей, ну вот издание «Электровести» вчера сообщило, что Россия нанесла удары по трем крупным гидроэлектростанциям Украины, по Днепровской, Каменчужской и Днестровской ГЭС. Какие там масштабы разрушений и как это сказалось тоже на электросистеме Украины? Ну, на самом деле, мы, наверное, не должны обсуждать, какие масштабы разрушений. И говорить об этом в эфире надо говорить о том, что энергетики работают и восстанавливают все поврежденные объекты и узлы. Если же говорить о гидроэлектростанциях и о ударах, которые были более ранними, о расистах по энергетической инфраструктуре, они бьют по объектам, которые участвуют в покрытии пиков. То есть вот эти пики потребления, про которые всегда говорят, что необходимо экономить, они бьют по той генерации, которая может выдать электрическую энергию именно тогда, когда надо. То есть гидроэлектростанция может включить свои гидроагрегаты и выпустить воду в соответствии тогда, когда надо, это для системы. Они пытаются действительно максимально усложнить жизнь наших диспетчеров и тем самым привести к тем необходимым ограничениям потребления, которые сейчас задействованы. Влияет это действительно негативно, с учетом того, что действительно люди испытывают максимальный дискомфорт и производство, которые плюс определенные офисные услуги, они также зависят от этого времени суток. Поэтому, снова-таки, хорошего абсолютно ничего нет, но энергетики восстанавливают, энергетики находят возможность. Если же говорить о глобальном масштабе, то есть в Украине резерв мощности, есть возможности и система очень развитая для того, чтобы переподключить нагрузки. Если смотреть исторически, то в советское время было построено достаточно большое количество генераций, которые на сегодня могут быть задействовать где-то на 30-35%. Не все находится в нормальном состоянии, что-то законсервировано, что-то действительно уже работает, наверное, работать не сможет. Но, с другой стороны, у нас и до войны было достаточно мощностей, а сейчас, с учетом падения потребления, текущей генерацией перекрыть потребность Украины возможно. Расширские могут сделать только локальные проблемы, уничтожить некоторые локальные объекты, либо повредить. Пока энергетики восстанавливают эти объекты, необходимо находиться в этих зонах отключения и переждать эти моменты. Алексей, я хотел уточнить по поводу гидроэлектростанции, потому что это же не только электростанции, это еще и гидротехническое сооружение. Вот нет ли именно опасности для вот этих вот платин, для дамп, ну вот в плане последствий, которые могут привести к экологическим катастрофам? Ну, есть определенный риск. Единственное, что удар должен быть достаточно мощным, достаточно массированным. Все, в принципе, можно повредить, если ставить себе такие цели. Эти гидросооружения, в принципе, рассчитаны на значительное давление. Более того, опять-таки, гидросооружения в большинстве своем, в львиная доля, было построено в Советском Союзе. В Советском Союзе объекты строились такие важные, инфраструктурные, также с учетом того, что была возможна в рамках Холодной войны ядерные удары. Но каждое конкретное гидросооружение и объект надо рассматривать отдельно, поэтому уничтожить эти объекты достаточно сложно. Но, возможно, при этом они требуют, соответственно, защиты противовоздушной обороны. Но при этом расисты, которые используют достаточно много ракет, и ракеты не дешевые, они будут бить именно по подстанциям, по трансформаторам связи, для того, чтобы выключить эти объекты из системы, а не пытаться уничтожить более сложные гидросооружения, которые из бетона и других конструктивных элементов, сложных по уничтожению. А вот трансформаторы, если мы начнем получать определенный дефицит оборудования электротехнического, которое необходимо для восстановления, ну это, кстати, также является вызовом. Вот вы сказали про оборудование. Вчера министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ведет переговоры с иностранными партнерами про помощь, дабы восстановить наши объекты критической инфраструктуры, дабы пережить это все и как бы наименьшими какими-то потерями. И есть уже договоренности с 12 странами, среди них Израиль, Литва, Италия, ну там можно перечислять. Возможно, о вот этих вот, как вы сказали, деталях, комплектующих тоже там идет речь. Какую помощь эти страны могут нам оказать для того, чтобы восстанавливать нашу критическую инфраструктуру? Ну, на самом деле есть много разных вариантов решения проблем. И в частности это могут быть решения локальных проблем. Дело в том, что есть определенные различия в стандартах, есть определенные различия в режимах работы сетей в Украине и в Европе, и в других странах. С другой стороны, электротехническое оборудование может быть адаптировано, а может быть и сразу использовано в украинской энергетической системе. С другой стороны, наши друзья и партнеры могут, наверное, дать нам и мобильные варианты генерации. Очень долго мы говорили про то, что необходимы мобильные котельные, которые могли бы на время подключиться к сети и обеспечить тем самым незамерзание теплоносителя. Но, насколько я понимаю, их закупили не так много, не такое большое предложение на рынке, и это и есть проблема. Но наши партнеры могли бы дать, например, генерационные установки, которые выполнены в модульном решении. То есть это простой контейнер, который можно подключить к системе, которая начнет выдавать мощность электрическую и еще к тому же тепловую. Возможно, можно будет использовать его для отопления. Те же мобильные котельные генераторы. На самом деле это становится актуально. Даже самый простой элементарный генератор с запасом топлива, бензина, дизеля уже становится достаточно полезным. Поэтому любая помощь необходима. И при этом, если, например, какое-то оборудование будет нуждаться в адаптации, я думаю, что украинские энергетики с этим быстро справятся. Ну, тоже очевидно, что главная цель российских вот этих варварских ударов по энергосистеме Украины как раз оставить украинцев в темноте и в холоде. Вот даже один из пропагандистов, некто Александр Коц, вот даже злоутешается, что, мол, вынесли с десяток объектов, а на дворе конец октября, не знаю, как в Киеве, в Подмосковье выпал первый снег. Ну вот намекает, мол, что Украина вот тут уже должна и замерзнуть. То есть, как вы считаете, насколько вот эти ожидания оправданы, все-таки, учитывая, что впереди и отопительный сезон, и такие удары, они могут теперь уже и существенно повлиять не только на освещенность помещений, но и на температуру у них? Ну, надо говорить снова-таки о том, что изначально сценарий, который рассчитывали и понимали, какой возможен, это то, что российские в рамках своей террористической активности будут пить по нашим объектам именно в момент самый сложный, самый худший, это когда минусовые температуры, когда могут замножить теплоноситель в системах теплоснабжения. И это, скорее всего, возможно, и, скорее всего, что может так, к сожалению, и быть. Поэтому в рамках локальных проблем, когда они действительно бьют по объектам, и когда будет теряться электроснабжение насосов, которые осуществляют водопоставку, теплопоставку, это может быть проблема. И действительно, в случае низких температур может быть замерзание теплоносителя, если проходит теплотрасса по поверхности. Есть различные варианты. Мы помним историю Алчевска, она потенциально возможна. И на самом деле террористы пытаются создать достаточно высокий вариант и возможность гуманитарного кризиса. Поэтому именно эти решения мобильные, которые могут быть очень быстро переброшены и подключены к сетям, те же мобильные котельные, которые не позволят замерзнуть теплоносителю в системе, сейчас очень и очень важны. И на самом деле они должны работать, как наш ДСНС или как наши военные, иметь точки логистические, из которых они могут очень быстро перевести эти объекты для того, чтобы осуществить необходимую подачу энергии в те моменты, пока выполняется ремонт основного оборудования. Что украинцам делать? Как им подготовиться к, очевидно, непростому отопительному сезону, к зиме, к возможным отключениям света, с перебоями, с водой и так далее? На самом деле уже есть определенная подготовка. Уже видно, что украинцы ищут генераторы, уже видно, что украинцы где-то находят для себя альтернативные варианты нагреть воду, нагреть пищу. На самом деле все равно я всегда пытаюсь говорить, что необходим план Б в случае, если действительно электроснабжение и водоснабжение. И это, к сожалению, может относиться к небольшим городкам, к средним населенным пунктам. Все-таки созвониться со всеми друзьями, родственниками, проговорить о возможности того, что можно переехать на время в случае чрезвычайной ситуации, если действительно надо где-то перебыть, перевезти пожилых людей, детей. Ну и также можно рассмотреть варианты. Все-таки есть большое количество выехавших людей за границу, как беженцы. Рассмотреть вариант все-таки каких-то дач домов, там, где есть индивидуальное отопление, которое не связано с электроснабжением, возможно, вы этим вариантом не воспользуетесь, но всегда у вас он должен быть под рукой. Если вдруг нету сутки, двое, трое электроснабжения, водоснабжения, вы можете переехать к родственникам, друзьям. Обязательные варианты, про которые говорят везде, в средствах классовой информации, это автономные источники тепла, потеплее одеться, где-то найти варианты, зарядить мобильные телефоны и также найти точки Wi-Fi, где вы можете получать информацию. Но и также вариант куда-то переехать или где-то перебыть на время, чтобы вы могли сами обеспечить себя теплом и водой. Продолжение следует...